В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета прошла лекция для студентов от делегации Сколковского института науки и технологии. Ректор Сколтех Александр Кулешов рассказал о создании и развитии института. Сколковский институт науки и технологий был создан в 2011 году. Появилась идея сделать университет нового типа. Но отчасти это лукавство. Сейчас объясню почему. Есть такая модная фишка, которая называется университет 3.0. Университет третьего поколения. В свое время Stanford, MIT, я даже не помню, кто из них первый, но примерно одинаково. В одно и то же время начали некую деятельность, связанную с инновациями. То есть они сумели сократить цепочку от научного исследования, от принципирования и до индустриального коммерческого продукта. Сколтех готовит новые поколения исследователей, предпринимателей, продвигать научные знания и содействовать технологическим инновациям с целью решения важнейших проблем, стоящих перед Россией и миром. Из выступлений студенты также узнали и о преимуществах обучения в Сколковском институте науки и технологий. Вы можете одновременно поступить и в Сколке, и в КФУ на эти программы, и по выпуску, учиться на одной программе, и по выпуску получить два диплома. Соответственно, используя все возможности, все мощности и Казанского федерального университета, и Сколтех. Ректор Сколковского института науки и технологий также затронул и тему мультидисциплинарности. Все имеют разное базовое образование, но работают в одной команде. Вот это называется настоящая мультидисциплинарность, когда за одним столом собираются люди, которые научились друг друга понимать, имеют различные навыки, различные компетенции, различное образование, но научились друг друга понимать и решать общую задачу. Напомним, что 13 апреля прошло подписание соглашения о сотрудничестве между руководством ВУЗа Казанского федерального университета и делегацией Сколковского института науки и технологий. Соглашение предусматривает проведение совместных конференций, семинаров, организацию студенческого и преподавательского обмена, программу академической мобильности и другое. Анна Глазунова, Леонард Вильтяров, Универньюз.